Добро пожаловать в зимнюю сказку! Какая красотень! Вот как я люблю зиму, девочки! Я ни одну пору року так не люблю, ни одно время года, как зиму. Наверное, потому что родилась зимой. Мне так нравится эта красота, несравнима ни с чем. Нас обещают похолодание, снег, мороз. Ну и пусть. Крещенские морозы у нас издавна было на крещение, поднималась температура, но в последнее время что-то поменялось. Но я не против. Пусть будет мороз и снег, раз такая красота, почему бы не насладиться сполна этой зимой, этой красотой. Доброго всем утра! Утро нового дня! У нас идет снег. Небольшой. Может, видно вам, девчоночки? Небольшой морозец. Сейчас глянем, сколько у нас мороза. Впять мороза. Так, дела. Пока не показываясь вам, сделала маску для волос. Сыпятся волосы, нанесла репейное масло, мед, желток. Это все нанесла на волосы, хожу. У меня сегодня грандиозные наполеоновские планы. Сейчас у нас 8.15. У меня дела. Вот здесь надо разобрать этот срач. Большая стирка. Уже половина белья постиралась. Осталось еще два пододеянника. Так, идем дальше. Будем с вами квасить капусту, девчонки. Немножко. Я много не квашу на одну капусту. Может, две. Посмотрю, уже морковку здесь пошинковала. Дальше у меня что тут за жарочка. Варю гороховый суп. Муж пошел в магазин купить мне копченый каркас куриный. Мне очень нравится такой супчик гороховый на копченостях. Сейчас буду ставить камеру. Общаться с вами будем квасить капусту. Вот такие дела. Обычные, обычные дела. Вот показываю, как у меня все есть. Вот кот ел, разбросал. Вот здесь муж мыл руки, бросил полотенце. Сын принес пробку с под шампанского, где она взяла эта прищепка, откуда-то взялась. Вот, девчонки, ложисься спать. Порядок. Утром встаешь, у тебя такой армагедон, где оно все берется. А эта посуда, так это же ужас. Не успеваешь ее мыть. Здесь, что происходит, сейчас покажу. Мужики мои пили чай, побросали все, ушли. Ну, кому я показываю, девчонки, у кого в семье мужчины, те поймут. Конечно, не все мужчины одинаковые. Я ни в коем случае не жалуюсь на своего. Просто рассказываю, констатирую факт. Вот, они у нас всегда заняты, а мы здесь по хозяйству только отдыхаем. Так, девчули, пошла, пошла дальше. Потому что у планок у меня сегодня еще повязать. Осталось мне же еще раз вязать полрукава. Вчера уже вечером чесались у меня руки. Вот снег какой. Видите? Чесались так у меня руки повязать, но я же такие сантиметров 10 провязала. Уже с 10 часов до 11 я так усиленно-усиленно провязала. Осталось сегодня немножко. Планирую, да, вязать такие рукав платья, постирать его и вам отснять. Может, в планах, ну, далеко заказывать не буду, а то у меня что-то на сегодня много наполеоновских планов, а уже не те года, не то здоровье. Вот, девчонки, бывает у вас такое, что напланируешь, напланируешь. Бывала раньше, и в своем доме жила. За день дом выбилишь. Ну, там 4 комнатки были. За день выбилишь дом, поубираешь, шторы постираешь, повесишь шторы, постели и все. А сейчас, как начнешь день в квартире убирать? Наверное, я уже гадал. Вспоминаю, как моя тоже бабушка говорила, что как вот мы раньше, а сейчас день убираем в квартире. Ну, вот, может, если бы не отвлекалась, а то мы же сейчас дома, сын дома тоже, то, 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 сё. Если бы сама, наверное, я была с утра встала, сделала, вот как у меня, когда муж в командировке, сын в школе, я утром встала. Я знаю, у меня день расписан, никто меня не дергает, не отвлекает, всё, я всплываю и навязаться. А когда все дома, такого нет. Нет, сначала дела семьи, а потом уже хобби. Ну, я думаю, так у всех. Девчонок-вязалочек, и не только вязалочек. Сначала уделим внимание семье родным и близким, а потом уже своему хобби. Но и про себе нужно не забывать. А то бывает за суетою дня замотаешься, замотаешься, и то хотела, и ту масочку хотела сделать. И вот я никак не сделаю педикюр, купила гель для педикюра фаберликовский, хороший ей, как пилинг вроде бы, и никак не попробую. Сейчас покажу, девочки, отключусь на минутку. Вот такой активный гель для педикюра. Что оно тут предлагает? Наверное, знаете, как этот есть кислотный пилинг, что наносишь? Ой, у меня суп бежит. Ай-яй-яй. Ну вот. Что бы я еще делала, второй раз буду мыть плиту. Ой, девочки. Ой, девочки, ой, девочки. Что мне делать, как мне быть? Так, сейчас соберу пену и вернусь к вам. Так, читаем. Шаг один. Распарьте ноги в ванночке, нанесите, на суховытрите, нанесите активный гель на огрубевшие участки стопы и при необходимости на кутикулу с помощью аппликатора. В перчатках оберните стопы целлофаном. Через 5-10 минут удалите излишки. Но можно. Попробовать никак не найду. 5-10 минут свободного времени для себя. Так, показываю, чем стираю на этот раз. Машинка пока остановилась. Гель для стирки фаберлик концентрированный, очень хороший, им его немножко нужно. И вот кондиционер тоже мне очень нравится. Восточный он такой. Что тут у нас в составе? Золотая органа. Кто любит сладкие, пряный аромат с нотами амбры, сандала и ванили. Лучше кондиционера я еще не встречала. Ни Ленор не сравнится с ним, никакие вообще-вообще, девчонки. И аромат сохраняется после стирки. И в процессе носки активизируется там какая-то технология, какие-то капсулы новые, что когда при контакте с кожей аромат начинает пахнуть. Но такое, оно не вонючее, как Ленором, знаете, постираешь, и оно тарит от тебя на 3 километра. Так, идем дальше. Стирка у меня одна остановилась. Сейчас загружаю вторую и квасим капусту. Ну что, будем квасить капусту, девчули. У меня как квасить капусту, я сразу вспоминаю, как у нас было в детстве. У нас мы жили, а недалеко от нас бабушка моя была, и они с мамой квасили капусту всегда. Эти, знаете, стариночвые в Украине, в Украине говорят. Такой таз большой-большой. Новый был таз, в таком еще есть купа, купаются люди, у кого нет ванны. А у нас был такой таз для квашения капусты. И вот приходит мама, ой, приходит бабушка к нам, мама, еще кума, мамина, и они квасят капусту на всех. У меня такая вот шинковочка. Это я синюю капусту крошила, закрасилась она. Сейчас попробуем. Достаточно они мне закрутила. И они вот квасили, девочки. Нам так интересно. Мы ели эти кочерыжки. Нам такое вкусное было сгрыз кочерыжку от капусты. И вот целый таз этот они резали ножами, не шинковками, а большие ножи были. И они резали его, переминали. Тогда батарея банок стеклянных стояло. Вот на такую стружечку я режу. И в банках, и кастрюля такая четырех ведерная была. И вот мне это целый ритуал у нас был такой квасить капусту. И вот мы ее квасили тогда, когда с огорода убирается капуста, уже когда начинает первое морозово, тогда уже начинали мы ее и квасить. Оно побродит тогда по трехлитровых банках, и стоит оно в погребе, и кушаем. И когда-то она и не портилась. Вот мне нравится квашина. И бывает делаю с маринадом, то что соль, сахар, уксус, горячий рассол, быстрое приготовление. Но я ее немножко готовлю, и она не такая вкусная. Раз когда-то приготовишь, поешь, но настоящая квашина, она не надоедает, она и вкусная. Здесь же в процессе брожения и молочная кислота, она вообще полезна для здоровья квашения. И вот девчонки квасили капусту, и мне еще вспоминается, делали домашнюю лапшу. Вот кто с Украины может знает, у нас домашняя лапша была всегда насушенная, приходила тоже мамина кума, бабушкина подружка, и они у нас летней кухни делали эту домашнюю лапшу. Вмесили тесто, раскатывали тонко эти коржи, подсушивали, на сковородке резали на лапшу, потом по всех поверхностях простилали на газеты на бумагу, эта лапша сухла, и потом сохраняли ее тоже в трехлитровых банках под крышкой, она была на все случаи, вот такое даже еще моя бабушка делала, к ней приходили, брали у нее, вот у нас на Украине заведено, как кто-то помрет, горячий убит. или поминки, то всегда должна быть домашняя лапша, покупали у нее, да еще и так, мне очень нравилась эта домашняя лапша, лапша яичная, вот, такая ностальгия, девчули, так, но вернемся к нашей капусте, шинкую я капусту, потом встречаемся, нашинковала я капусту, здесь у меня отходы, так, что у нас здесь есть, теперь я солю, ну, на глаз, ну, вот так, может, на такое количество, на один вилок капусты, где-то вот так, соли, и так же сахара, наша задача теперь его обамять, вот так, как тесто, вот это я отчетливо помню, как делала бабушка, этот хруст капусты, а потом этот запах несравнимый ни с чем, вот девчонки, так, его обминаю, хорошо обминаю, нам нужно, чтобы она давала сок потом в процессе брожения, нам ее нужно хорошо помять, здесь у меня одна большая морковка и средний вилок капусты, моркови я ложу много, но есть еще так делают, что морковку не ложат, потому что эта капуста у меня не будет белоснежной, хотя и качан белый сорт, это не будет белоснежный, потому что я добавила много морковки, но я не гонюсь за красотой, красиво, она в магазине продается, как увидела передачу, как они ее делают, девчонки, чем-то отбеливают и глюкозы и глюкозы набрасывают, и это же очень, вот не помню, где бы найти ту передачу, может посмотреть, какая она вредная, это покупная, якобы, квашеная капуста, они ее за день делают, что-то туда добавляют, оно очень вредное, не покупаем квашеную капусту, думаем, там польза до организма, а наоборот в ней только яд, вот так хорошо ее помяла, теперь я сюда добавлю лавровый лист, перец горошком и утрамбую все в банке, утрамбую в банку, ложу сначала я в двухлитровую сделаю, чтобы у меня в холодильник стало, и потом в контейнер сложу, готовлю немного, сидим, потом еще приготовлю, лавровый листочек, убираю место, и вот так я его хорошо, хорошо, девчоночки, трамбую, ее нужно хорошо утрамбовать, так как это капуста квашеная, чтобы она дала сок, и в этом соке она ферментировала, ферментировала, бродила, то есть, куда у меня вся она поместится, а я думала, мне еще одна капуста, я еще сейчас еще одну пошинкую, потому что одной баночки мне мало, это и будет, я ее так люблю, стою, вот мы затрамбовали ее, и тогда ее ставлю на брожение, стоит она у меня пару дней здесь на кухне, потом на ней поднимется, такая пена будет подниматься, я эту пену собираю, и протыкаю деревянной палочкой до дна, у меня это для суши палочка есть, девочки, вот раза три-четыре прокола вот так протыкаю до дна, где-то два раза в день я делаю такое, утром и вечером, и пенку эту, что собирается, собираю, потом уже, когда она два дня у меня постоит в тепле, тогда я ее убираю в холодильник или выношу в погреб, и по мере необходимости достаю и ем, вот и все, легко, просто, без ГМО, натуральный, старый рецепт настоящей квашеной капусты, приятного аппетита, девочки, девчонки, сделала себе свой любимый чай, облепиха, мед и лимончик, он у меня получился естественно желтым на цвет, и вспомнила рассказ своей кумы, это возвращаясь к тому, что мужчина и чистота в квартире, ушел муж на корпоратив, я же дома убрала, говорит, все, порядок, чистота, легла спать, думаю, он же придет поздно, ну, пришел он там и улегся, я говорить его уже не трогала, утром просыпаюсь, захожу на кухню, стоит пять стаканов грязных на столе, не пойму, что такое, я бы он проснулся, говорю ему, почему пять стаканов, что ты такое пил, он говорит, сначала пил воду, воду, потом молоко, потом чай, потом компот красный, потом компот желтый, она говорит, ты что, на каждый напиток нужно было новый стакан, он говорит, да, нужный стакан, я говорю, какой желтый компот, целый чай, компот красный, компот желтый, вода, молоко, и чай, вот так вот, девчонки, я смеюсь, говорю, наверное, он боялся, чтобы все внутри не перемешалось, компот красный, компот желтый, она говорит, да, мало того, что он с вечера намешал, очень хорошо там все, но уже когда было плохо, наверное, я боялся намешать, пил отдельно, компот красный от компота желтого, вот такое мне вспомнилось, пью чайок, иду вязать, и в таком виде она у меня стоит, подставляю под низ тарелочку, потому что, когда она будет бродить, может вытекать рассол, этот с баночки, чтобы он капал туда, сейчас немножко накрою, я крышкой немножко, можно марлечкой накрываю, но я накрою сейчас крышкой, чтобы здесь было, ну попозже, пусть она начинает бродить, потом уже накрою, вот девчонки, так я готовлю, всем, кто был со мной, готовил капусточку, всем приятного аппетита, а на этом я буду с вами прощаться, всем пока-пока!